Станция Юных Техников 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 Станция Юные автолюбители не только учатся монтировать радиоконструкции, но и изучают физические процессы, происходящие в них, понимают работу того или иного прибора. Мы делаем здесь всякие модели, покупаем вот в настоящем мире. Сделать из картона, из картона, ну и корабли, самолет. Здесь нужно что-то делать, интересная работа, но потом будем делать большие движущие модели, которые могут ездить и соревноваться. Я пришла сюда, чтобы стать изобретателем. Хочу изобретать разные интересные вещи, машины, вертолеты, оружие. Но кроме теоретических, у ребят еще проходят и практические занятия, на которых они уже могут опробовать свои машинки в деле. Если говорить о этапах работы, то, конечно, в первую очередь это тренировка на моделях, ну и обязательно настройка модели. Потому что, на самом деле, под каждую трассу требуется настраивать и электронику модели, и подвеску модели под различные типы покрытия, вплоть даже до температуры, на самом деле, помещения. Ну и в дальнейшем, уже после настройки, обязательно, конечно, участие в соревнованиях. Как в современном мире все просто. Сходил в магазин, купил машинку, пришел, достал из коробки, играя не хочу. А раньше надо было самостоятельно собирать модели, что позволяло почувствовать себя настоящим конструктором. Так и ребята. Перед тем, как насладиться управлением своей машинки, предстоит нелегкая, огромная работа. Зато как, наверное, потом приятно управлять техникой, сделанной своими руками. У меня это все из-за папы. Мы начали все вместе заниматься, и теперь, как бы, люблю такие машинки, на них ездить прикольно, и всякое такое. Можно, там, по трассам, по всяким, попрыгать спортивно. Здесь мы в самом начале изобретаем модельки машин, там, игрушки, которые могут, там, колокольчик, купиться, там, пропелли, купиться. Потом уже начинаем переходить на вот такие вот машинки. Сейчас мы делаем с моторами, вырезаем мелкие детали и их пускаем на соревнования. Казалось, что легко, а на самом деле не очень. Врум, врум. Слишком внимательно. Всё.